Семьдесят пятилетия памяти Баби Авояра В принципе, бывший житель Киева, в Баби Авояру, очевидно, лежит мой дед, которого последний раз видели в сентябре 41-го в Киеве, и, очевидно, большинство евреев в Киево ушел сюда, у Баби Авояра ушел в вечность. Кроме этого, еще в конце 80-х годов начало возрождаться еврейское сионистское движение здесь, в Киеве. Мы, тогда еще совсем молодые, организовали комитет памяти Баби Авояра, и здесь вот на аллее я нашел фотографию нашего первого митинга, который нам разрешили, нам тогда еще не разрешили выступать, а только уложить цветы еще к советскому памятнику. Поэтому для меня сегодня это некое... На иврите есть такое выражение с Герат Магаль, закрыть круг, какой-то жизненный цикл завершить. Для меня это вот нечто такое, приехать сюда, когда помещается 75 лет памяти одного из страшнейших, одной из страшнейших катастроф, катастроф европейского еврейства и убийства сотен, десятков и сотен тысяч евреев здесь, в Баби Авояру. Для меня это очень... Что? Вы отнесли, что эту боль не тратили. Нет, эта боль никогда не уйдет для нас, и это очень важно помнить о том, что произошло, для того, чтобы это не повторялось. Поэтому, ну, это не может быть отпущено. Я очень рад, что сегодня президент Порошенко сказал, что он озвучил сегодня с утра о том, что здесь будет создан мемориал, должно быть, и люди должны помнить о том, что здесь произошло. Меня зовут Давид Годовский. Я представляю здесь сегодня израильский филиал в Тимирном Европейском Конгрессе. Давид Годовский. 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 Спасибо. Годовский. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Каддиш